И США, и Иран вынуждены как-то координировать свои усилия, при этом они, конечно, партнеры временные, партнеры, может быть, по неволе, потому что США не хотят вводить свои войска на территорию Сирии, и Сирии, и для борьбы с славянским государством, и в первую очередь, против Сирии. И в этих условиях нужно понимать, кто будет воевать. Получается, что на территории Сирии воевать нужно именно тем структурам, которые представлены на основе именно шиитов, это и отряды пешмерга курдские, и некие другие формирования, но при этом ключевую силу, наверное, представляет всё-таки то, что пытается сделать аналог иракского ксира. В этих условиях США не могут недооценивать роль Ирана, особенно если играть в отношении Ирака. Подобная ситуация наблюдается в Сирии, где, по сути, без Ирана решить эту проблему сейчас невозможно. Есть очень серьёзная необходимость в США поддержки Ирана в Афганистане, где США пошли на смещение сроков по выводу войск. Для США крайне важна поддержка хазарейцев, таджиков и ряда других национальных меньшинств на территории Афганистана, чтобы удержать власть лояльно у им правительства. Можно говорить и по другим территориям, но получается так, что заинтересованность есть. Иранцы это чётко ощущают. Недавно были проведены учения в Персидском заливе, при этом был сделан макет американского авианосца типа немец, и в ходе учений он был потоплен. Это было сделано на глазах американцев, и, естественно, вызвало у них определённое недоумение. Зачем они это делали? Потому что, как они считают, в настоящее время напряжённость, именно военное напряжённое в Персидском заливе ослабло. Они справедливо заметили, что если авианосец входит в Персидский залив, то он будет в боевом охранении. В этом случае так просто его будет не потопить. Но сам факт вот такого рода учений они рассматривают как провокационное. Если переходить к внутриполитическому аспекту, то здесь надо понимать, что и президент Барак Обама, и президент Хасан Рухани оба заинтересованы в подписании некого соглашения. Его можно назвать как рамочное соглашение. Но при этом оба президента находятся под мощнейшим давлением внутри собственных стран. Если говорить об Соединённых Штатах Америки, то здесь в первую очередь надо говорить о противостоянии между Конгрессом Соединённых Штатов Америки и президентом Бараком Обамой. Причём оно настолько ярко выраженное, что, как мне многие друзья говорят, что что бы не предложил Обама, всегда скажут нет. А 3 марта состоялось выступление премьер-министра Нетаньяхова. В этих условиях республиканцы пошли на очень неординарный шаг, который со стороны части элиты американцев был осуждён. Это открытое письмо, с которым 47 американских сенаторов обратились к Ирану, в котором заявили, что всё, что будет подписано при администрации Барака Обама, может быть пересмотрено при новой администрации. Что очень важно, это письмо не адресовано лично кому-либо. И для иранцев это носит некий оскорбительный характер, то есть это признак неуважения. В любом случае, вот такого рода заявление, возможность рассмотрения в Сенате законопроекта об ограничении прав президента на подписание любых соглашений с Ираном в ядерной сфере, то есть требует согласования с Сенатом, эта деятельность очень сильно ослабляет желание Барака Обамы дойти до конца. Я не думаю, что Барак Обама реально пойдёт до конца, потому что протестание с Конгрессом – это слишком серьёзно. Это его повяжет рукам и ногам, потому что у него есть определённые обязательства по медицинской реформе, есть необходимость в проведении как минимум двух бюджетов, есть другие вопросы, по которым ему нужна поддержка Конгресса. И поэтому, когда некоторые считают, что президент Барак Обама может пойти до конца с подписанием соглашения, я думаю, что это не так. И судя по всему тому, что мы наблюдали за последний период времени, мы видим, что президент Барака Обама – он не тот человек, который может идти до конца. Да, конечно, он порой принимает решение, исходя из того, что не хочет, например, воевать, как было в Сирии. Но ему нужен был какой-то повод, и в итоге он войну не начал в Сирии. В целом, я думаю, что возможности президента Барака Обамы по реализации соглашения на компромиссной основе крайне ограничены. Что может Барак Обам? Барак Обам может предложить соглашение на американских условиях. Но надо чётко понимать, и это очень хорошо понимает в Иране, что возможности силового решения иранской ядерной проблемы со стороны США сейчас ограничены. Совершенно не с руки США сейчас начинать войну с Ираном, и главная проблема этого – это Россия, это украинский кризис. В условиях углубляющегося украинского кризиса начинать новую войну с Ираном – это было бы полное безумие. Иранцы это чётко понимают, может быть, и расстрел этого макета авианосца – это был из этой серии. То есть показать, кто действительно хозяин положения.